Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Когда богатейший человек на планете хочет что-то рассказать о положении финансового мира, люди обычно желают его услышать. Так что, когда Илон Маск пишет свои экономические прогнозы, весь мир встает на дыбы. В начале этого года американский журналист Кристофер Мимс опубликовал список из 936 стартапов стоимостью более 1 миллиарда долларов. Он написал, в мире существует 936 стартапов, которые стоят более 1 миллиарда долларов. Интересно, как будут обстоять дела 5 лет спустя. Илон Маск ответил на этот твит так. Если можно опираться на исторический опыт, немногие из этих стартапов выживут во время следующей рецессии. Этот твит, разумеется, не остался без логичного вопроса, а когда, по мнению Илона Маска, наступит следующая рецессия? На что Илон Маск ответил, прогнозировать макроэкономику, мягко говоря, сложно. Но я так чувствую, что приблизительно весной или летом 2022-го, но не позже 2023-го. Однако Илон Маск не раскрыл детали, почему он так думает и будет ли это что-то вроде Великой депрессии. Дау Кремси из Lutold Group говорит, На прошлой неделе S&P 500 закрылся на минимальной за последние 52 недели отметке. 334 компании торговались на 12-месячных низах. Такое случалось лишь трижды за всю историю, и последний раз это было в декабре 1999-го года. И что же это значит? То, что деньги на фондовом рынке накапливаются лишь в нескольких лидирующих компаниях. Из остальных же капитал выводится. К тому же Федеральная резервная система проводит консервативную монетарную политику, которая создает напряженную ситуацию с нехваткой ликвидности на рынках. В то же время, как недавно стало известно, инфляция в мире бьет исторические рекорды. Так, в Соединенных Штатах официальная инфляция 8,5%. В России 16,7%, но прогнозируется вообще 20%. А инфляция в Европе, на примере Германии, бьет рекорды за последние 40 лет. Это 7,3%. И все это происходит в том числе и на фоне роста цен на энергоносители, топливо, бензин и продовольствие. Но если судить по этому графику, который показывает, сколько денег в час трудоспособное население должно платить в виде налогов, чтобы поддерживать финансирование федерального бюджета без роста его дефицита, то мы можем увидеть, что взлет этого показателя такой резкий, что 2008 год на его фоне выглядит просто маленьким бугорком вот здесь. Очевидно, реальные темпы инфляции куда больше официально названных. Добавим к этому постоянный рост цен на услуги и еду за последние 6 месяцев и получим совсем удручающее положение. И это был не первый раз, когда Илон Маск предсказывал темные времена для глобальной экономики. Не так давно Теславод был замечен в публичном споре с политиком-демократом Берни Сандерсом. В этой дискуссии Илон Маск не только пошутил про преклонный возраст политика, но также сказал, что все эти сенаторы только берут, но не создают. Илон также часто комментировал влияние дефицита бюджета на инфляцию и невозможность центральной власти управлять тратами этого бюджета. В еще одном посте Илон Маск сказал, что инфляция – это самый регрессивный налог из всех. Регрессивное налогообложение – это когда слои населения с низкими доходами в процентном соотношении платят больше налогов, чем более богатый слой населения. Суть в том, что инфляция съедает сбережения обычных людей и особенно бьет по людям с фиксированным стабильным доходом. А вот богатые люди обычно никак не страдают, потому что владеют портфелями с активами, которые со временем растут в цене. Кстати говоря, Илон Маск не единственный, кто предсказывает коллапс глобальной экономики. Так, например, миллиардер Джек Дорси очень взволнован большими проблемами, с которыми столкнулась экономика. Еще в октябре 2021-го он написал «Гиперинфляция изменит все, и она уже происходит». Затем он добавил, что Соединенные Штаты уже ожидают гиперинфляцию, но также она захватит и остальной мир. Как ты догадался, гиперинфляция – это когда инфляция не просто высокая, но и ускоряется практически вертикально. И если мы посмотрим на этот график увеличения денежной массы, то мы уже видим вертикальный рост. И это происходит практически со всеми фиатными валютами прямо сейчас. Исследования зафиксировали 57 случаев гиперинфляции. И самые яркие примеры из них – это, например, Венесуэла или Зимбабве. Собственно, вот так выглядит гиперинфляция, когда за курицу нужно выложить буквально тонну бумаги. Это и есть лицо гиперинфляции, когда банки выпускают банкноты с кучей ноликов, а люди сразу же бегут менять их на еду, пока цены еще не успели вырасти. При этом пенсионные фонды просто растворяются. Это социальная катастрофа. Кроме Илона Маска и Джека Дорси, еще один миллиардер – Рэй Далио – прогнозирует катастрофический финансовый кризис. Он верит, что это лишь вопрос времени, когда гиперинфляция поразит главные экономики мира. В своем интервью на Yahoo миллиардер сказал, что он уверен в этом. Его цитата «Меня это сильно беспокоит». Рэй Далио, управляющий крупнейшим инвестфондом в мире, громко предупреждает всех об ужасающем кризисе, который надвигается. И сейчас, когда мы видим отчеты о том, что такой высокой инфляции не было за последние 40 лет, Рэй Далио в этом еще больше уверен. Рэй предупреждает, что инфляция съедает реальное богатство. Далее его цитата. Некоторые люди ошибаются, думая, что они становятся богаче, потому что видят, каких активы растут в цене, но они не замечают, как снижается их покупательная способность. Но еще больше страдают те, кто держит свои деньги в наличности. Месяц назад Рэй Далио опубликовал на своем канале это видео. Оно называется «Как пережить изменяющийся мировой порядок». Основной посыл заключается в том, что падение национального богатства обычно сопровождается ослабеванием лидерства ведущей экономики. Далее цитата из этого видео. «Нет ни одного физического лица, организации, страны или империи, которые бы не рухнули, когда начинали терять свою покупательную способность. Чтобы быть успешным, нужно зарабатывать хотя бы столько, сколько тратишь, но не меньше». А теперь вспомни, сколько денег печатают центральные банки, при этом никак не поднимая уровень производительности. Особенно это касается развитых, больших лидирующих экономик. Рэй Далио написал «Я изучал лидирующие экономики мира за последние 500 лет и обнаружил, что постоянно повторяется один и тот же большой цикл. Когда возникают финансовые трудности, они должны либо объявить дефолт, либо печатать деньги. Конечно же, они выбирают последнее. Это и приводит к обесцениванию денег, а также к большому разрыву между богатыми и всеми остальными. Это большой риск внутреннего конфликта, риск гражданской войны». Учитывая то, что происходит с ценами на энергоносители, а также на еду, и ситуация с едой тоже будет ухудшаться, все организации об этом заявляют, что война в центре Европы приведет к глобальному голоду из-за падения экспорта зерновых, роста цен на продовольствие, топливо и удобрения. Исходя из всего этого, мы можем ожидать продолжения чудовищной инфляции, которая сделает население многих стран в разы беднее, включая и наши русскоязычные страны. Ведь посмотри, кто находится в лидерах экспорта, например, пшеницы. Россия на первом месте и Украина на пятом. Даже Международный валютный фонд призывает к срочным незамедлительным действиям по разрешению этого вопроса. И лучше всего, конечно же, остановить войну. Кстати говоря, в начале этого года я сделал разбор ситуации в Китае, что они готовятся к чему-то немыслимому в 2022 году. Я даже не мог представить, к чему именно. В этом видео я рассказал о том, что китайцы накопили столько продовольствия, что половина еды планеты оказалась китайской. Сейчас смотреть это видео жутковато, ведь кажется, что Китай знал о том, что произойдет в Европе. Китай накопил столько, что даже если всех остальных сложить вместе, они и то не дотянут до китайских запасов. Это грозит тем, что весь мир будет зависеть от Китая. Он сможет буквально диктовать свои условия своим соседям. И что же делать? Я лично накапливаю биткоин. Да, он тоже будет падать на краткосрочной дистанции из-за сообщений про огромную инфляцию. Он каждый раз это делает, когда официальная инфляция в отчетах оказывается выше прогнозов. Но на длинной дистанции обесценивание фиатных валют ослабевание доллара всегда приводит к его росту. И сейчас я покажу тебе три графика, которые рассказывают о том, что так делаю не только я. Умные деньги выбирает биткоин. И начнем с этой обновленной метрики от GlassNode. Это изменение количества биткоинов на биржах. И оно показывает потенциальное дно перед очередным взлетом биткоина. Если это красная диаграмма, значит биткоины уходят с биржи. Если зеленая, значит биткоины, наоборот, приходят на биржи. И сейчас мы видим, что биткоинов с бирж выведено так же много, как, например, в октябре 2021, вот здесь, или в ноябре 2020, вот здесь. Кроме этого, мы можем отметить, что в этих точках биткоин всегда начинал расти здесь, и здесь, и здесь. Короче говоря, как только эта диаграмма достигает своего минимума исторического, биткоин переходит в рост. И сейчас мы видим, что мы практически коснулись минимальной точки за последние два года. Другими словами, баланс биткоинов на биржах стремительно падает, и это видно на этом графике. А вот на этой диаграмме мы видим графики цены биткоина, вот здесь сверху, и график, который отображает количество монет, которые не двигались больше года снизу. Как мы видим сейчас, это количество снова находится на историческом пике. И когда это случалось в прошлом, биткоин в итоге переходил к росту. Пик этой метрики, рост биткоина. Пик этой метрики, рост биткоина. И сейчас мы снова находимся на пике этой метрики. Так что, несмотря на экономические ужасы, которые уже происходят и будут только ухудшаться, в долгосрочном будущем биткоина, я уверен. И если честно, я сейчас не доверяю ни одной фиатной валюте. Доллар дискредитировал себя как оружие, а не валюта. Отключение стран от SWIFT заставит их создавать собственную платежную систему на собственных национальных валютах. Поэтому единственная валюта, в которую я верю до сих пор, это криптовалюта. И это биткоин. Меня зовут Богатейший Ди. Береги себя. И до скорого.